Город на юге области ВИКСа. Благоустройство и новостройки года. Деревянные дома. Сегодня говорим про деньги и подрядчиков. Новая формула архитектуры реализована на Волжском берегу. Телевизионная программа «Строй». Четверг, пятница, суббота, вторник. В субботу утром 9.10. Здравствуйте! Сегодня будем строить и смотреть уже законченные, очень разные дома. Большие, многоквартирные, индивидуальные. Каждый раз это будет особый авторский проект. В строительство домов посвящаем весь выпуск, но в самом начале передачи – благоустройство. Отправляемся на юг Нижегородской области в город ВИКСу. Город на юге Нижегородской области ВИКСа не избалован новостройками. Даже ставший обязательным для всех поселков ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс, там планируют строить только в 2017 году. Зато нынешним летом в городе удалось заключить соглашение с ВИКСУМСКИМ металлургическим заводом, по которому на модернизацию инфраструктуры на дороге тротуара и благоустройства выделяется финансирование – 50 миллионов рублей. И первый вопрос был – куда направить средства? Мы определили, где хуже всего. И делали там, где хуже всего. Ну, потому что жители об этом нам сигнализировали не один раз. Так была разработана программа, по которой стали строить, ремонтировать, копать на разных территориях города не только на дорогах, тротуарах, но и под землей. Если брать по тротуарам, это улица Чикалова и улица Академика Королева, где большой людской трафик, где много людей ходит, и где практически нет покрытия дорожного, тротуарного, которое было раньше. И в рамках вот этого соглашения благоустройства нам удалось провести работы по ремонту и замене инженерных сетей, которые располагаются под землей, подземные инженерные сети, как то вода, канализация, тепловые сети, которым тоже по не одному десятку лет. И если бы мы сделали хорошее покрытие, то могли бы там начать копать через некоторое время. На улице то снег, то дождь, то лужи, то оледенение. На юге области в городе Выксе всегда на 3-4 градуса теплей. И больше стало на улицах брусчатки, расширились парковки, в микрорайоне Гоголя и Жуковского, на Королева, Пушкина, Островского, вокруг больничного городка. Спешат по новым тротуарам, выксунцы чувствуют себя горожанами вполне. Честно говоря, я еще не видел хорошего фильма или достойного описания города Выксы. А жаль, у Выксы есть большое своеобразие. Чего стоит только огромная акватория в границах города, это старинные заводские пруды времен Баташовых, такого нет нигде в Нижегородской области. Сам город, еще до конца не собранный, не сформированный как единый городостроительный комплекс, имеет отдельные интересные участки, хорошие городские кварталы с постройками 50-х, 70-х годов, более поздних времен. Сейчас мы покажем самую яркую новостройку Выксы 2016 года. На улице Красных Зорь, одной из самых длинных в городе Выксе, она проходит от окраины к центру, закончено строительство дома, который стал заметной доминантой, нарушив скучное однообразие соседних типовых пятиэтажек. Это уже центр города, но на противоположной стороне зеленеет хвойный парк, в котором размещается районная больница. Первый этаж дома займут встроенные магазины, офисы, так что образуется новый узел городской жизни, и, похоже, все придет в движение уже скоро. На данный момент благоустройство полностью закончено, то есть со стороны улицы Красной Зорь выполнена парковка на 70 машиномест, дабы люди приезжали, парковались и шли в магазины делать покупки. Во дворе выполнено благоустройство, то есть широкая проезжая часть, чтобы люди парковались так же, как бы жильцы тротуарной дорожки. Кстати, очень принято было такое интересное решение, брощадку сделать цвет с фасадом первого этажа, шоколадным цветом. Озеленение выполнено, посеяна трава. Трудно поверить, но пару лет назад в этом месте стояли старенькие деревянные дома. Таких еще немало неподалеку. Строители расселили ветхий фонд, но в палисадниках остались садовые деревья. Березу, что стояло возле крановых путей, сохранили, будет теперь жить в новом творе, а молоденькие вишни спасали всем миром, бросив в интернете клич для желающих забрать деревца. Это был призыв общественности, то есть вот надо их куда-то пересадить и пересаживали. А с точки зрения этого дома, там есть уж благоустройство брать, то застройщик здесь выступил с социальной активностью тоже и заасфальтировал около или более 4 тысяч квадратных метров. То есть это перед домом большая парковочная стоянка, ну и во дворе дома, которая будет служить, я думаю, не только жителям этого дома, а еще там у нас неподалеку центральной районной больницы. Как корабль на стапеле, дом на улице Красных Зорь готовится к сдаче. Выполняются последние штрихи. По карнизу первого этажа делают рекламную панель, которая скроет газовую разводку. Входы газовых систем смонтированы во дворе. В каждой квартире свой котел, автономное отопление. У нас все коммуникации есть. Вода, канализация, газ он рядом в трубе, электрика. Вот, все есть. Газ, система единая с этими двумя домами, да, вот эти дома эксплуатируются. Это вот там вот газовый распределительный узел у вас очень мощный был сделан. И он был сделан когда? Задолго до этого дома, по-моему. Ну, когда начали делать площадку, мы там газораспределительный узел, там, по-моему, на 4 тысячи помещений сделали. То есть не на эту площадку, а на микроэль. Все вопросы по коммуникациям Абазов решал до постройки дома. Этому учит его богатый профессиональный опыт. За последние 7 лет Абазов построил большую серию домов собственного проекта в Иксе, Чкаловске, Шиморском. Добротные, кирпичные, они имеют низкую себестоимость и очень хороши для программ расселения ветхого жилья. Об этом еще 5 лет назад свое слово сказал заместитель губернатора области Антон Аверин. Очень интересный проект, очень интересный подход строителей, я считаю, вот за именно такими строительными комплексами перспективы развития малоэтажного строительства. А вы видели там за домом Ака? Это же курортное место. Ну, я вот и говорю... Для детей-сирот здесь жилье будет. Это же великолепно. Настолько приятно удивлен, что как раз вот это слабо защищенные слои населения в будущем и в настоящем как раз получают в полной степени вот это вот комфортное и удобное жилье. И не только на каких-то там окраинах, а это действительно шикарное место на берегу реки с благоустроенной территорией, с комфортными квартирами, отделанными под ключ. Дома, построенные в Шиморском и Векси, сконструировали специалисты архитектурно-стоятельного университета Нижнего Новгорода. Они же взялись за проект большого многоквартирного здания на Красных Зорях. В прошлом году, когда еще выполнялся цокольный этаж, было хорошо видно, какое мощное монолитное основание закладывается для пятиэтажной постройки. Это монолит. Причем монолитные фундаменты перекрестные, леточные. Мы ушли от плиты, чтобы не гробить много бетона. И монолитным является каркас первого этажа помещения общественного назначения. По-другому там не сделаешь, поэтому мы оставили каркасные решения для первого, а дальше пошли стенами кирпичными. То есть вот эта монолитная конструкция, она дает абсолютную жесткость всему зданию? Да, она создает жесткий штамп, на который ставится здание. Двухуровневые квартиры в мансардном этаже имеют окна на обе стороны дома. С них открывается панорама Векси. Жилье сдается на уровне строительной готовности к отделке, так что скоро установят автономные газовые котлы, и в доме будет тепло и горячая вода. Весной доведут до ума, а зеленение установят детскую площадку. Вы живете в Нижнем Новгороде, вам есть с чем сравнить, а мы попытались здесь именно в центре сделать максимально большую дворовую территорию и максимально сделать какие-то парковочные места для автолюбителей. Кроме машин тут что-то еще будет? В смысле? Вот на этой площадке дворовой, кроме машин? Нет, ну для машин место отдельно, дворовая площадка, это как бы отдельно здесь. Нет, здесь, там машина не предполагается, там предполагается детская площадка, что-то там, какие-то декоративные элементы. То есть это не для машин. Вот эта площадка, она не для машин, она для людей. Новое здание и соседние дома образуют небольшой современный квартал с общей дворовой территорией и кольцевым автомобильным проездом. Старые березы во дворе, просторные парковки и представительный фасад. Все это уже входит в жизнь города Вексли. Во второй половине программы нас ждут интересные индивидуальные дома. Один строит на улице поселка, другой стоит на берегу реки, третий на острове. Продолжим после окончания блока рекламы. В эфире телевизионная программа «Видеожурнал «Строй». Сейчас будем строить и смотреть уже законченные индивидуальные дома. В самом начале речь пойдет о технологиях деревянного строительства. Предлагаем очередной сюжет под рубрикой «Деревянный дом. Вопрос-ответ». Мы показали много технологий деревянного строительства. Сегодня поговорим про деньги, о том, что такое цена дома и как выбрать подрядчика. При выборе компании-подрядчика нужно, пожалуй, даже в первую очередь узнать, давно ли компания существует на рынке, есть ли у них построенные объекты. И очень большая рекомендация пообщаться с теми клиентами, которые живут уже в построенных домах. Потому что зачастую для того, чтобы угодить клиенту и привлечь клиента, подписать с ним договор, многие компании просто что-то недоговаривают, умалчивают, либо занижают объемы, либо здесь имеет фактор недолжного качества материалов в процессе строительства. Еще есть момент, мы в последнее время заметили, очень достаточно такая нехорошая тенденция, удешевление в целом строительства дома за счет изменения его конструктива. То есть некоторые конструкторские, возможно, специальные недоработки, которые могут повлечь за собой разрушение в целом дома, они зачастую имеют место. То есть это на уровне проектирования? На уровне проектирования. Вместо того, чтобы заложить несущую стену, допустим, брусовую в нашем случае, просто закладывают каркас. Естественно, это экономия материала, это удешевление сметы в итоге. Но в будущем сколько простоит этот дом, никто не знает. Что же тогда делать человеку, который хочет построить этот дом? Ему предлагают проектные решения, которые имеют вот эти скрытые опасности. Но он-то не инженер. Что ему делать? В первую очередь нужно абстрагироваться от цены, немножко отвлечься от конечной цифры в смете и проконсультироваться у тех людей, которые построили несколько домов хотя бы, которые существуют достаточно давно на рынке. Просто проконсультироваться в серьезной, солидной компании. В рубрике «Деревянный дом. Вопрос-ответ» мы обычно показываем типовые серийные проекты. Этим они и хороши. Это отработанная конструкция дома, заметно ниже затраты на проектирование. Однако архитектурное творчество не стоит на месте. В районах, где строят коттеджи, можно встретить вполне достойные авторские проекты. Вот одна из недавно законченных работ автор, представитель новой архитектурной волны Станислав Горшунов. Каменный массив дома расположился на склоне береговой горы. Как будто огромную плиту выворотели прямо из земной толщи. Однако точная геометрия формы и чистые плоскости фасадов говорят о том, что перед нами творение рук человека, вернее его высоких технологий. Внутри темной каменной оболочки светлые объемы функциональных помещений. Композиция дома оформлена четко и ясно. Его выразительный современный образ не противоречит волжскому ландшафту. Форма продиктована, во-первых, крутым склоном, а во-вторых, он в плане имеет Г-образную форму из-за того, что слева и справа проходят дороги, по которым ездят жители к другим домам. Дорога довольно пыльная и трафик там частый. Поэтому мы композиционно, визуально огородили, ну, как бы таким неким панцирем в виде сланца. Основной фасад здания повернут к реке. Отсюда можно круглый год наблюдать за переменами в бескрайней перспективе заволжских далей. Высокий берег Волги диктует свои строгие условия. Потребовались мощный фундамент и особенная конструкция самого дома, который будто делает шаг в сторону реки. Из-за расположения на склоне дом имеет переменную этажность в разных частях строения от одного до трех этажей. Панорамное остекление создает эффект объединения внешнего и внутреннего пространства дома. В летний период терраса становится продолжением интерьера. А горный склон и река – его вечно меняющимися в разные сезоны украшениям. У нас, к примеру, вот на этом углу нет колонн. Там стойки размещены и расчетены так, что вот этот угол является вообще бесколонной. Когда там в интерьере находишься, у тебя такой стекляшечка к стекляшечке подходит. Такой классный прием. Этого сложно добиться. Да, ну довольно сложно добиться. Все инженеры нам сначала прочитали, вы здесь поставили колонну, вот мы нашли решение, как избавиться от этой колонны и сделать решение более чистое. Внешняя конструкция дома объединяет под собой два отдельных строения, связывая в общий комплекс оторванные друг от друга части. Тут концепция дома от скульптуры Дмитрия Коварга. Два куба, разрывающие друг друга. Сам дом представляет собой некий симбиоз из двух частей. Одна часть – это жилая, отапливанная, и не жилая – это гараж и мастерская. Вот, и они как бы связаны такими вот белыми связями, которые говорят о том, что вроде как бы это целый компенсационный объем, но из-за того, что он по функции разный, он разорван от основного дома, но держится жестко, держится вот этими связями. Знаменитая формула Витрувия – польза, прочность, красота. Никогда не теряет своего значения, однако время добавляет свои смыслы. Теперь архитектура – это наука и высокая технология, притворенные в искусство. Продукт новой формулы был реализован архитектором на Волжском берегу. Дом, который вы сейчас видели, стоит на берегу Волги. И теперь мы отправляемся вниз по течению, туда, где в районе устья Суры, на островах, находится поселение подводных охотников. Их дом – это автономное жилище. Смотрим фильм Юрия Немцова. Когда мы впервые вот здесь вот вылезли, на этом островке, высота травы была в мой рост. Змеи ползали. Кто из нас в детстве не хотел бы жить на необитаемом острове? Не эта ли мечта заставляет нас строить собственный дом на клочке земли? Всего шесть соток, но ты чувствуешь себя Робинзоном, даже если вокруг не волны морские, а люди мирские. Это чувство свободы, оторванности от земной суеты, обостряется с иступлением холодов. Были бы только дрова да печка. В общем, антикризисная программа в действии. То есть тебя не страшит энергетический кризис, да? Я думаю, что наши сады, тем более с таким оборудованием, даже если электричество отрубят, кризис нас обойдет страной. Владимир Леонардович Попов живет в саду зимой и летом. С тех пор, как обзавелся булерианом, вообще перестал бояться морозов. Владимир Леонардович обещал познакомить со своим старым приятелем. Оба в прошлом летчики, оба вплотную занимаются подводным плаванием, оба убежденные антиурбанисты. Только один построил дом в садовом товариществе, а другой на острове. Настоящий остров? Настоящий. В полномочердине. Напротив Васильсурска. На Волге? На Волге. Волгский остров. Собственный остров. И вот мы спешим на восточную границу Нижегородской области, чтобы успеть до темноты перейти в Арватер. Уткнувшись в бетонный пояс Фокинской низины, ждет нас катер. Начало ноября. Закат подсвечивает холодную воду, растущий месяц добавляет сказочной красоты. Сюда, в устье Суры, дотянулся хвост Чебоксарского водохранилища, изменив первозданный облик природы. Побереки навсегда затопили свои берега. Особенно пострадал левый берег Волги. Низины, ручьи, болота превратились в озера, протоки, каналы, возвышенности лесные гривы в острова. Однажды, лет 15 назад, это место увидел с высоты пилот вертолета Виктор Михайлович Аксенов. Еще тогда у меня закралась идея. Когда-нибудь вот здесь построить какой-нибудь маленький домик. В последних лучах заходящего солнца показались деревянные постройки на самом берегу острова. Мы у цели. Подходим к дому уже в полной темноте. Туземная кошка ждет своего хозяина. Посмотрим, как живут островитяне. И свет горит. Электричество. Завтра, при свете дня, мы подробно разглядим все местные источники электроэнергии, воды и тепла. А накануне вечером послушаем историю бывшего вертолетчика, взявшего в аренду на 49 лет один из островов Волго-Сурского архипелага. Мы купили три катера. Три катера. Каким образом делали? Связываем два катера, две поперечины, кладем на них бревна, а третьим катером тащим. Если изначально спланировать такую стройку, то, я думаю, нормальный человек бы от этого отказался. Начали с бани. Потом построили первый дом, который сгорел. На его месте поставили новый, где и сидим сейчас, дожидаясь ужина. Обсуждаем проблему питания в условиях полной автономии. Батюшка. Сом? Сом. Небольшой. Прямо у бревнышка стоял. Существует легенда о том, что в устье Суры живет стерляжий царь. Не знаю, как насчет стерлядки, а среди самов попадаются великолепные экземпляры. Этот потянет килограммов на десять. Время передачи подошло к концу. Строили большие и малые дома, смотрели хорошую архитектуру, плавали по Волге. Это была телевизионная программа «Видеожурнал Строй». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok